Остров Кнайпхов 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 репетиция, то уходить вообще не захочется. Многие посетители просто усаживаются и наслаждаются органным звучанием. Орган здесь установили не сразу после восстановления собора, а только в 1998 году. Во время посещения как раз проходила репетиция. Предлагаю вам послушать некоторые фрагменты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Который расположен на втором этаже. Вообще не скажешь, что за такой маленькой дверью может скрываться узкая винтовая лестница. Поднявшись на второй этаж, перед нами предстает карта Кёнигсберга во всю стену. В музее представлены некоторые археологические находки времен Пруссов, период Орденского правления, воссозданные реконструкции довоенного Кёнигсберга, воссозданная волонродская библиотека, различные монеты, медали, ордена и конечно же различные факты о великом философе Эммануле Канте. А также его предсмертная маска. Например, для меня было открытием, что Эмманул Кант был небольшого роста, всего 156-158 см. Я всегда думал, что он был высоким эстатным мужчиной. Эмманул Канте. Эмманул Канте. Эмманул Канте. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» В сегодняшние дни остров Канта и Кафедральный собор – это излюбленное место гостей и жителей города. Всем гостям города посещение данного арт-объекта в обязательном порядке.